И в этом доме снималась не одна серия, а постоянно. Я все расспросила у хозяйки. Здравствуйте, дорогие зрители. Я разоблачаю телевизионные проекты. Многие мне писали, что хотят увидеть видео о проекте, в котором присутствуют экстрасенсы. К счастью, в одном из таких я снималась, и поэтому поделюсь с вами впечатлениями о съемочном процессе. Смотрите. И не забудьте подписаться на этот канал и поставить пальчик вверх видео. Я на вас рассчитываю. Все началось с того, что я пришла на кастинг, как вы думаете, какого проекта? Киев днем и ночью. Пришла, значит, на кастинг, прошла его, и уже, наверное, через год мне звонит кастинг-менеджер и приглашает на совсем другой проект. Наверное, как и для вас, для меня это оказался сюрприз. Оказывается, вы можете приходить на кастинг одного телешоу, а вас могут пригласить на совсем другое. У телеканала одна база актеров. Но, что интересно, Киев днем и ночью снимает не новый канал, а СТБ для нового канала. А вернее, медиагруппа, которая содержит СТБ для нового канала. Мне позвонили и предложили роль мамы, у которой девочка видит привидений. Я не скажу, что я долго думала, хотя я опасаюсь таких ролей, но, тем не менее, я согласилась. Приезжаю я в Киев, уставшая, как-нибудь накрасилась и приехала на СТБ. Меня кастинг-менеджер провел, посадил в машину. Со мной в автобусе была аж Богдана эта, ее папа. Вот, кстати, фотографии наши. Мужчина, который играл в священника. И женщина лет так 50-60, с которой гример сделала вообще старушку 80-летнюю. Я все это видела, я теперь знаю, как сделать с молодой старую. Очень довольна прорезовать морщины. Мы приехали в деревню недалеко возле Киева. Хозяйкой дома была женщина, тоже лет 50, как они договариваются. Они оплачивают ей съемочные дни и электроэнергию, которую у нее потратят. В доме было несколько комнат, и одна из комнат была полностью закрыта. Там были вещи хозяев. Они все вынесли, оставили только то, что нужно для съемок. Съемочная группа все меняла, ставила местами. И первый эпизод был, где я была медсестра, а эта девочка, Дана, была... Меня совсем не видно в этой роли, только мои руки. Ну вот фотография со съемок угол этого дома. Была очень хорошая погода. Возле этого дома и речка, и поляна, и колодец настоящий. Все готово для съемок. Поэтому эта женщина-хозяйка все время сдает этот дом. Я так предполагаю, что у них несколько локаций для съемок этой передачи. И в этом доме снималась не одна серия, а постоянно. Я все расспросила у хозяйки. Я вообще все у всех расспрашивала. Мне было интересно. Вот эти люди, которые снимают такой проект, они в Бога верят? Потому что очень много с этим связано. И ответы были разные. Кто да, кто нет. Кто сомневается, но в церковь ходит. Была сцена, где девочка увидела привидение на стене, плакала, кричала, не узнавала свою маму, а я должна была ее успокаивать. Вот кадры со съемки. Оператор поснимал еще фотографии. Он прислал мне в Инстаграме, будто это сцена с какого-то произведения Шевченко. Мне очень понравилось это видение его. Мы снимали реставрацию событий. Это не сами события с листвовой дуть экстрасенсы. Это как бы воспоминания, такой флешбек. Если вы его где-то встретили, кто смотрит эту передачу, обязательно мне напишите. О каких еще проектах рассказать, напишите. Было ли вам интересно или было скучно, тоже напишите. И до новых встреч!